Добрый день. В рамках этого дайджеста я попытаюсь ответить на ряд вопросов. Итак, первое. Есть ли опасность материнского воспитания, особенно для мальчиков, в плане развития психического заболевания? Ну, под материнским воспитанием, видимо, в данном случае подразумевается воспитание ребенка, воспитание мальчика одной матерью без отца. И если вот при таком вот воспитании, когда ребенок воспитывается одной матерью, какой-то дополнительный риск для развития психических заболеваний. Если говорить о влиянии воспитания ребенка одной матерью или матерью и отцом, то, конечно, да, оптимальной является такая модель, где у ребенка перед глазами, поскольку значительная часть обучения ребенка происходит именно путем подражания, так же, в общем-то, как и у других биологических видов. Поэтому для того, чтобы у ребенка складывалась более полная картина мира, более полная модель поведения мужчины, женщины, чем они отличаются, как они взаимодействуют между собой, конечно, лучше, когда перед глазами ребенка присутствуют обе модели поведения. И модель поведения мужская, и модель поведения женская. Причем здесь, на мой взгляд, не так важно, кто будет, это мальчик или девочка, ребенок. Потому что как для мальчика важно видеть разницу между мужчиной и женщиной, видеть предпочтительные варианты поведения мужчины и женщины, так и для девочки тоже важно понимать, что существует не только один пол женский, мама и ее модель поведения, но существует и другой пол мужчина, папа и его модель поведения. Это, безусловно, на мой взгляд, является более приоритетным вариантом. Можно ли говорить о том, что воспитание одним родителем является чем-то обязательно вот таким вот болезненным, экологическим? На мой взгляд, это не совсем верно. Хотя, как я сказал, оптимально является модель с двумя родителями, с двумя моделями поведения, но в случае, если по какой-либо причине это невозможно, говорить о том, что воспитание одной только матери является каким-то предиктом для развития психического заболевания, уж тем более, либо даже развития дальнейших комплексов психологических проблем, на мой взгляд, не совсем верно. Другое дело, что, конечно, здесь от родителей будет требоваться, наверное, больше усилий. То есть, необходимо, чтобы у ребенка, который воспитывается в семье с одним родителем, все-таки были какие-то варианты и других моделей поведения перед глазами, чтобы он их видел. Ну, пусть не в качестве родного отца, но в качестве дяди, дедушки или еще кого-то. А также, конечно, важно, что при воспитании одним родителем важно, чтобы не было настраивания ребенка против другого родителя. Ну, это элементарно, это, в общем-то, относится не к психиатрике, психологии, поэтому эту тему я затратить не буду. Если говорить коротко, то воспитание одним родителем, одной матерью ни в коей мере не является предиктом развития какого-то психического заболевания у детей и, в частности, у мальчиков. Хотя, конечно, не является оптимальной схемой. Второй вопрос. Влияние нонконформизма на становление неврастении или сосудистой дистонии. Под нонконформизмом обычно понимается противопоставление индивидууму своей позиции, своей точки зрения, своего восприятия, позиции, которые превалируют в обществе. Следует ли рассматривать сам нонконформизм, прежде чем его влияние на какое-то заболевание? Следует рассматривать ли сам нонконформизм как что-то болезненное и неправильное? Ну, с одной стороны, если человек противопоставляет себя обществу, бегает в голом виде по улицам, спражняется посредине проезжей части, бросается на других людей, кусается, бросает кирпичи с крыши, он противопоставляет себя общественному порядку, он противопоставляет себя интересам других граждан, он противопоставляет себя модели поведения. Это, наверное, не совсем правильно и не совсем корректно. Для этого существует административная и уголовная правда. Если мы говорим про нонконформизм, допустим, в гитлеровской Германии, если человек не приемлет национал-социализм, если человек не приемлет концлагеря, он нонконформист, он выступает против большинства, он выступает против созданного порядка. Следует ли считать этот нонконформизм неправильным? Нет, мы говорим, что он дирает сопротивление и что он заслуживает всяческого уважения. Поэтому здесь, наверное, следует учитывать не только, насколько человек конформен, насколько он вписывается в систему, но и в какую систему он вписывается. Если система, в которую человек вписывается, преступная, если она основана на нарушении прав, подавлении слабого меньшинства, ущемлении прав тех, кто не может их защитить самостоятельно, коррупцией в расстве, там, ну, чем угодно, пожалуйста, в любых негативных явлениях, если система основана на этом, то как раз-таки более правильно быть нонконформистом. Если система, в общем и целом, все-таки обеспечивает, ну, насколько это возможно, понятно, что идеально систем не бывает, но тем не менее, обеспечивает социальную защиту, то вот таким образом, допустим, агрессивно, грубо, нарушая права других людей, что пакет в нее, это, наверное, неправильно. Связь нонконформизма, видя сосудистая дистония, вот как вы приведены, например, в диагнозах, ну, ВСД это диагноз, исключительно российский, неврастения, да, на мой взгляд, связи здесь нет. Единственный вариант, что если человек со слабой психоэмоциональной сферой, со слабой психикой, категорически не может принять ту или иную систему, но вынужден в ней находиться, то да, потенциально это может привести к развитию астенического синдрома. То есть, когда человек постоянно сталкивается с тем, что все живут по ценностям, по понятиям, может быть, которые категорически ему неприемлемы, все воруют, а он не может воровать, все унижают, обижают слабых, а для него это категорически неприемлемо, то да, для него это будет постоянной психотравмой, хронической психотравмой, это может привести к развитию астенического синдрома, ну, и других психоэмоциональных расстройств. Но связывать при этом нон-конформизм и развитие психоэмоциональных расстройств я бы ни в коей мере не стал. Следующий вопрос. Человек решил... Ну, приводится пример. Вопрос звучит приблизительно следующим образом. Может ли человек с бредовым расстройством, с наличием бреда, спокойно существовать, если случатся определенные обстоятельства, которые будут способствовать этому существованию? Приводится пример. Человек решил, что Земля стоит на трех китах и начал искать подтверждение этому факту. Но он подтверждение, естественно, не нашел. И пришел к выводу, что существует некий заговор академиков, когда академики скрывают то, что Земля стоит на трех китах, и это необходимо для того, чтобы спасти человечество, иначе будет катастрофа. Человек принимает этот факт, что да, Земля стоит на трех китах, а академики это скрывают, но это необходимо, потому что может быть катастрофа. И, естественно, человек успокаивается и живет дальше хорошо и все нормально. И так до глубокой старости с этой бредовой идеей он поживет. Теоретически, теоретически, вроде бы правильная схема, но на практике, что мы имеем? На практике мы наблюдаем прям противоположную картину. Даже если человек пришел к выводу, что, ну вот как-то так, как приеду в примере, Земля стоит на трех китах, существует заговор академиков, которые скрывают это от всего мира. На некоторое время понятие, что такое решение академиков правильное и необходимо, чтобы предотвратить катастрофу, человеку успокоит. Но актуальность самой бредовой идеи от этого не уменьшится. То есть на некоторое время, на несколько недель, может быть, он успокоится, а потом он начнет следить, чтобы никто не раскрыл эту тайну, чтобы никто не привел к катастрофе. Он будет анализировать новости, он будет анализировать исследования, он будет читать постоянно что-либо по астрономии, смотреть фильмы. И если вдруг ему покажется, что где-то там проскочила мысль, которая может вывести человечество на раскрытие этого заговора академиков и приведет к катастрофе, то ему, соответственно, будет крайний комфортно. У него будет максимально, а достаточно интенсивно развиваться психоэмоциональное напряжение, тревога, страх, беспокойство, попытки как-то закрыть вот эти огрехи в заговоре академиков, чтобы его не раскрыли, чтобы спасти человечество от мнимой катастрофы. Он будет предпринимать действия, он будет напрягаться, нервничать, дергаться. И рано или поздно это все равно приведет к тому, что вся эта продукция, вся эта идея, она так или иначе полезет наружу. Удовлетворение той или иной бредовой идеи, пусть даже в таком плане, что человек сам пришел к выводу, что этот заговор академиков, скрывающих, что семья стоит на трех катастрофах, он необходим, чтобы превратить катастрофу. Даже вот такое временное решение, казалось бы, бредовой идеи, оно не удовлетворяет сам бред, он продолжает развиваться. Точно так же, как при бреде, преследовании, если человек говорит, за мной следят в моем городе, у меня постоянно слежка, везде аппаратура, давайте я перееду в другой город. Если он переедет в другой город, на несколько недель он может успокоиться, но потом опять там начнут те же самые проявления. Бред не стоит на месте, бред поглощает всю психику, всю энергию психики. И просто в мирном сосуществовании с бредовой идеей, как правило, человек жить не может, он должен ее реализовывать. И, ну, я, например, не знаю таких примеров, хотя теоретически, как я уже сказал, это возможно, допустим, теоретически, что удовлетворившись этим, человек просто будет свято хранить свою бредовую идею в тайне до конца дней. Но, скорее всего, наличие вот этой бредовой идеи, вследствие ее модификации дальнейшего развития, приведет к тому, что человек все равно начнет как-то действовать. То есть, в критерии бреда мы говорили, ссылку на экране опять не смотрим. Бред определяет поведение пациента, не только не соответствует действительности и не поддается осмыслению, но и определяет поведение пациента. Поэтому рано или поздно, вдвое наличие бредовой идеи, пациент начнет действовать. И это, конечно, приведет уже к дальнейшим последствиям. Вот такие вопросы в этом даржесте мы рассмотрели. Насколько мог я на них ответить? Дополнительную информацию можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале, на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.